Знаменитый дом Гоголя. Мы много проводим работы. И те, кто хотят это видеть или могут это видеть, видят. Есть политики, которые этого не замечают. Но эта данность, это уже совершившиеся факты. Отреставрированная знаменитая Потемкинская лестница, 84 года никто и не занимался. Вторую жизнь получила Воронцовская колоннада. Это не просто подкрасить. Мы действительно впервые за многие-многие десятилетия подошли взвешенно, нашли вот под колоннадой пространство, которое было и служило раньше. Организован там музей. Я не буду перечислять, все, что там сделано, это можно пойти и посмотреть. Восстановлен практически разрушенный дом Руссова. Возвращена была и красота знаменитому дому с атлантами. Продолжается реставрация дома Либмана. Совершенно по-другому выглядит мост Коцебу. И можно еще перечислять, что нам удалось сделать. Непростая ситуация сегодня вокруг дома Руссова. Я могу сказать следующее. Принимая решение и проводя работу, о которой я говорил, юридическим департаментом, нашими службами, мы поставили перед собой цель спасти дом Руссова. Это не цель, мы поставили перед собой не только потому, что мы так захотели. Это было требование практически абсолютного большинства одесситов. Те, кто помнят, знают и любят Одессу. Нас выбрали, в том числе и меня, депутатов городского совета. Мы сформировали исполнительные органы, исполнительный комитет для того, чтобы слышать одесситов и стоять на страже наших, в данном случае, памятников архитектуры. Имеющимся у нас полномочиями. Я вам скажу, не мы одни этим должны были заниматься. Но те, кто не делал этого, это пусть останется на их совести. Они сегодня в стороне, как всегда, смотрят за нашей схваткой и поединком. Так вот, битва за дом Руссова продолжается. Мы обнаружили при проведении работ, после того, как закончились ремонтно-реставрованные работы практически, что тайно от всех была захвачена внутридомовая территория, то есть земля города, без единого документа. мы обнаружили, что внутри двора, я думаю, что следствие установит, кто это сделал, ввели как-то швеллера, называется ли что? Швеллера, большие швеллера, что-то они собирались пристроить, какую-то пристройку введены в памятник архитектуры, без получения каких-либо разрешений. Там много чего еще нужно перечислять, вот что там произошло. Мы уверены в своей правоте, мы уверены в своей юридической позиции. И будем отстаивать этот дом дальше. Сегодня это дело рассматривают, насколько мне известно, по крайней мере, приходили к нам представители Национального антикоррупционного бюро. Мы готовы предоставить им всю имеющуюся информацию и просим оказать нам помощь в том, чтобы разобраться, кто и чем там занимался. Что касается вопроса, который сегодня мы рассматриваем. Вопрос также непростой. В основе этой, если так можно сказать, непростоты этого вопроса, первое, очевидно, что лежит на поверхности, это полная безответственность тех, кто должен был следить за наличием охранного договора, это тех, кто должен был мониторить ситуацию и бить в колокола все это время. Все это проходило не так, как должно было проходить. Я подбираю выражения, всему этому оценку мы дадим. Наше постоянное, но наше управление, защита культурного наследия, памяти к архитектуре, мы мониторили ситуацию, мы писали, мы обращались, для того, чтобы те, кто числится по документам, не знаю, хоть привели в порядок это здание. Не получили мы никаких ответов, поэтому мы выработали свой алгоритм действий, свою дорожную карту. И сегодня я прошу поддержать это решение, для того, чтобы мы могли посмотреть дом, посмотреть, выявить, что же там происходит на самом деле. Это должна делать комиссия, которая должна быть утверждена сегодня. Я попрошу Марата Валентиновича, председателя района администрации, после завершения исполнительного комитета сразу приступить к работе, чтобы эта комиссия, я подпишу соответствующее принятое нам решение, выйти на дом Гоголя, провести обследование и в кратчайшее время, установленное нормами, сделать свои заключения, комиссии. И, конечно, Анатолий Владимирович, вас прошу, ваших экспертов, я знаю, что, Сергей Григорьевич, письмо на вас ушло, вы его получили, чтобы эксперты дали свое заключение по состоянию дома Гоголя. После получения этих результатов обследования мы с вами примем решение. Но очевидно, что этот дом аварийный. В дальнейшем у нас есть целый алгоритм наших действий, как мы будем дальше действовать. Я вам скажу и прошу вас, членов исполнительного комитета, присутствующих здесь депутатов, мы должны ответить на вопрос себе. Мы уже практически в доме Русова на него ответили. Произошло так, что многие памятники архитектуры куплены, выкуплены. Причем это в таком архитектурном нашем центральном ареале. Потом поменялись либо настроения, либо деньги кончились. И вот так дальше они стоят и приходят просто рушиться. Мы этого допустить не можем. И хочу сразу сказать всем, и кто нас будет смотреть, кто нас будет слышать, кто будет читать материалы, ни о каком рейдерстве близко не идет речь. У нас одно желание. Если есть у вас права собственности, то у вас есть и обязанности как собственников, живущих или приобретающих жилые метры или нежилые метры в домах. У вас есть и обязанности соответствующие. Если вы не будете выполнять свои обязанности и разрушать наши памятники архитектуры, мы обязаны принимать решения. И мы их будем принимать и нести за них ответственность, если понадобится. По крайней мере, отвечать свою позицию и обозначать, мы будем. По крайней мере, я могу сказать за себя. Чтобы обозначать эту позицию, я буду. Вопросы непростые. И для нас это экзамен, для всех. Либо с нами будут считаться собственники. С нами это не только с городской властью. Но и с теми, кто обязан и за это получает деньги. И в областных структурах, и в государственных структурах. Получают деньги и должны поддерживать, следить за сохранностью нашего культурного наследия. Субтитры создавал DimaTorzok